Доброе утро! Это Разница во времени. Короткие чайные новости от ttips.ru В научных новостях наткнулся на работу китайских ученых, в которой они описывают деградацию жирных кислот как процесс, который во многом определяет появление у кимуна его специфического кимунского аромата. Работа эта представляет интерес узкоспециальный, но есть в ней один любопытный нюанс, причем прямого введения. Описывая кимун, который, напомню, в местах непосредственного производства в уезде Цимэнь провинции Аньхой называется Цихун или Цимэньхунча, китайские специалисты, среди прочего, отмечают, что этот чай входит в тройку самых ароматных черных чаев мира наряду с даржелингом и цейлонским чаем. И что даржелинг обладает характерным мускусным ароматом, цейлонский чай ландышевым, а кимун – цветочно-фруктово-медовым. И все это любопытный, хоть и простой ремус. С кимуном никаких загадок нет. Его аромат в среднем по выборке действительно можно охарактеризовать как интегральный цветочно-фруктово-медовый. А вот цейлонский ландыши и индийский мускус требуют некоторых пояснений. Если вы пойдете в магазин, купите там чаи с названием даржелинг и цейлонский чай, а потом заварите и попробуете их, то отыскать в их аромате мускус и ландыши у вас получится едва ли. Потому что покупать нужно не просто цейлонский чай и даржелинг, а цейлонский чай конкретного сезона и с конкретного региона и даржелинг с определенным названием. И это будет не название чайного сада. При этом в этом особенном даржелинге еще и искать не мускусный аромат, а мускатный, причем это будет скорее аромат мускатного вина, нежели мускатного ореха. Ничего не понятно? Сейчас объясню. С цейлонским чаем все более или менее просто. Дело в том, что когда говорят о входящем в тройку самых ароматных мировых черных чаев цейлонском чае, то говорят не о цейлонском черном чае вообще, а о цейлонском черном чае из агроклиматического региона Ува, который при сборе и изготовлении в удачный сезон, который иногда так и называют сезон Ува, получается совсем не таким, как среднестатистические цейлонские чаи. Вот прям совсем другим. Особенно эта разница заметна, если сравнивать грейды Пико. В правильной Уве правильного сезона ярко проявляются ноты белых цветов и легкий тон ментола. Это очень классно на самом деле. У меня на всех цейлонских дегустациях Увы больше всего уходит. Аромат ландыша, о котором пишут китайские ученые, можно считать одной из вариаций аромата белых цветов. Так что с ландышем все более или менее понятно. Хотя нам ноты белых цветов в Уве кажутся скорее жасминовыми. Что же касается Даржлинга, то в нем, конечно, нет никаких мускусных нот. Но есть ноты мускатные. При работе в мультиязыковой среде мускатный легко может превратиться в мускусный. Это огорчительное, но понятное недоразумение. Мускатные ноты это, повторюсь, не ноты мускатного ореха, а ноты вина из разных виноградов, в названии которых присутствует слово мускат или что-то на него похожее. Ну то есть ноты чего-то сладкого и фруктового на стыке фейхоа и горьких апельсинов. Потому что из мускатов обычно делают десертные вина. Такие хитрые и действительно приятные ноты являются фирменной фишкой даржлингов второго летнего сбора, изготовленных из побитого вредителями сырья. Ну то есть это тоже покусанные чаи, как тайваньская восточная красавица и ее аналоги. В названии таких даржлингов обычно присутствует слово мускатель или какая-либо не очень ожиданная его вариация. Даржлинг мускатель не является запредельной редкостью найти и приобрести такой чай не проблема, но того же даржлинга первого сбора, который типа самый крутой, на рынке несопоставимо больше, чем даржлинга мускателя. Надо понимать, конечно, что наличие на упаковке цейлонского чая слова ува, как и присутствие на упаковке даржлинга слова мускатель еще ничего не значит. Но если вам повезет, то действительно повезет. Хороший цейлонский чай из увы и хороший даржлинг мускатель очень хороши и удивительно ароматны. А если к ним добавить хороший кимун, то может получиться прекрасная дегустация с каким-либо претенциозным названием типа «Самые ароматные черные чаи мира». Ну и сама тема с самыми ароматными черными чаями мира интересна, конечно. Ее, судя по всему, придумали в Китае и время от времени как-либо красиво ее отрабатывают, устраивая, например, международные конференции с участием китайских, индийских и ланкийских специалистов. Или исследуя ароматические композиции всех трех чаев. Зачем это нужно нашим китайским коллегам, я могу только гадать. Можно было бы предположить, что китайские производители черного чая хотят заявить о себе на международном рынке. Но тогда им нужно сопоставлять свой чай не с даржлингом мускателем или цейлонской увой, которых производится и продается совсем немного, а со самым или кенийской гранулой. Потому что на международном рынке черного чая есть смысл потолкаться локтями в сегменте массового дешевого напитка, а не наоборот. Загадка, короче. Кстати, если соединить в одной дегустации цейлонскую уву, даржлинг мускателем, хороший кимун, добротный осам, не менее добротную кенийскую гранулу и турецкий чай, то тоже получится отличная дегустация, которую можно назвать основные мировые стили черного чая. И это была разница во времени. Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи!